Помнишь, мы играли в повешеного? Ой, а мне не понравилось. Сайори не понравилось играть в повешеного. Ну, конечно. Конечно, блядь, мне не понравилось, сука. Это супер, а, сука, слушай, вот огонь. Так, я не помню, а мы тут остановились или нет? Я не помню. Так вот, у нас марафон по доке. Орлы, на минуточку. Марафон по чертовому доки-доке. По лету я отмарафонил, Олесю, что-то не знаю, просто устал от лета, слишком много модов подряд, мне захотелось чего-то большего, и сейчас, когда мы отмарафоним доки, не волнуйтесь, кстати, да, волнуйтесь, потому что Assassin's Creed выходит, DLC, Евген большой фанат, Евген ждет, Евген хочет в Атлантиду отправиться, и у нас Mortal Kombat, так что, ну, марафон по доке, скорее всего, получится, потому что я сниму его, ну, сегодня, завтра утром, в понедельник, так что нормально, должно сложиться хорошо, потом еще доисходит. Марафон будет, там прям уже, ну, не знаю, новеллы, я не знаю, как я справлюсь, но думаю, справлюсь, в общем, да, марафон по доке, и потом я добавлю остальные новеллы, а потом уже буду чередовать, в общем, я решил пойти во все тяжкие. Давайте вернемся в пляжный мод по доке, который максимально мне понравился, только я не пойму, это я в правильном месте сохранился или нет. Господи, я не помню, чтобы я видел Сайори такой ранее, может быть, я могу и рассказать Рофл, чтобы она улыбнулась. Почему петушок перешел кнопку подписки? А, кого? Эй, привет, Дайфул! Ее выражение изменилось настолько же быстро, как будто ее лицо являлось цифровыми часами Apple Smart Watch. Прости, я просто отправлялась в космос. Ты уверена, что ты в порядке, Сайори? Конечно, я собиралась позвонить в колокольчик на канале Евгении Русс. Ты позвонил в колокольчик, тварь? Звонил или не звонил? Ладно, извините, просто что-то... Меня барни за попу укусил. Мелиза часто жалуется, что ее барни кусает за попу, когда она ест и требует как бы еды. Просто у меня кот, он, понимаете, он ест как не в себя, у него как будто не один желудок, а целых пять. Ставь лайк, если у тебя кот такой же. Я, наверное, просто слишком много думаю. Думать вредно, сделай себе лоботомию. Постой, а те друзья, это девочки, о которых говорила Моника, это день... У нас будет девичник, что ли? Я и не думала об этом вот так вот. Уверена, что другие бабы не будут против, если к нам альфа-самец подсоединиться. То есть соединиться с нами неважно. Так что насчет тебя, Дайфул? Я немножко шокирован этим конфузящим меня вопросом. Она что, намекает, что мне нужно как бы присоединить Орла? Или я слишком много думаю, и мне нужна лоботомия? А-а-а! Так, мне Риль пихуй. Я думаю, единственный вариант здесь это да. Все или ничего. Ну так че, я присоединяюсь? А-а-а, ты хочешь встретить их? Ну, типа да, вы же меня пригласили, попробовать-то стоит. Ура! Я даже не... Мне даже не пришлось тебе говорить про кексики. Ура! Ты о чем? Наш автобус прибыл, прямо когда она говорила про кексики. Она запрыгивает на автобус так, как будто запрыгивает на бутылку. Полная энергия. На пути туда я подумал, что я встречу... Что наша встреча будет скучной, потому что девкам я не интересен, ибо я гей. Я просто могу изменить себя в любое время и тупо пойти маме-баржове принести. Слушай, охрененный мод. К тому же на Евгенском, ребята. Понимаете, этот мод даже не на английском, не на русском. Я вообще хотел начать этот мод как уроки английского с Евгеном, ребята. Учим английский с... Так, у нас есть англичашка, америкашка на канале Skyeng. Кто не смотрит Skyeng, тот лох. А я буду Евгеняшкой. Ня-я-я! Кавайи! Ага-зай-мас! Разъебай кнопку лайка-с! Что-то у меня хорошее настроение. Наверное, Саша посыпал мне наркотики в моё кофе. Разъе? Разъе? Есть много людей в парке. Некоторые гуляют на своих собаках. Другие ходят на друзьях или партнёрах. Ох ты, ёб твою мать! А сиськи-то выделяются, Юрий. Как тебе не стыдно тезырить свои бубенцы? Знаете, что я скажу? Мери или пиху, я донат выпью. Найс! Наконец-то мы берём поворот через некоторые деревья и я вижу три бабы. Я узнаю одну из них. Её зовут Моника. Ну то есть тест на дебила пройден, он узнаёт других людей. Знаешь, что он не конченый. Сайори подбегает к одной из двух девок, и... Ээээээ... Которая отворачивается от нас. Нацуки! Слезь от меня! От... Эээээ... Ээээээ... Иди нахуй, Ержан! Другие две девки ржут и не могут на... Над атакой титанов Сайори. Моника улыбается мне честнейшим образом. Более тёмная высокая баба замечает это и поворачивается, чтобы на меня поглядеть. Наши глаза встречаются. Она таращится на меня. Потом неожиданно поворачивается к Сайори. Эй, Сайори, я рада видеть тебя в таких хороших душах. Я скучала по вам, девки. Сегодня будет крутяк. О, Нацуки. Кого? Ты всё ещё имеешь несколько кексиков? Простите, пожалуйста, кексиков. Ну, если бы ты пришла раньше. Ха-ха, я просто хотела увидеть твою реакцию. Мы положили два кексика для тебя. Ты лучшая, Нацуки. Я знаю, заебись. Я заебумба. Она говорит это так, как будто я осторожно подхожу к группе. Всем хей. Эм... Время, нет. Я по-другому это скажу. Давайте представим, что я ничего не считал. Главный герой подходит к группе и говорит, я хей. Ой, сорян, я забыла представить тебя. Девки, это хей. Короче, его Дайфул зовут. Дайфул это нацистская сука. Делает лучшие кексы. Вернее, покупает их в карусели, но это не важно. Её глаза... Эм... Эм... С... Пушистыми бровями а-ля Брежнев. Эм... Посмотрели на меня до того, как открыть варежку и... И рявкнуть. Эм... Да, и тебе лучше не иметь... Эм... Знать, что он надеялся увидеть красивых девочек. А кексики это так. Я даже не знал о них. Эм, кого? А, хорошо. Сайори меняет девок местами, как... Эм... Как будто шлюх на вокзале. Это милая дама, это Юри. Она реально умная. Бля буду. Сайори расстается своими плечами с... Эм... Короче... Эм... Господи, давайте я ещё раз это прочту, потому что я не понимаю, что я несу. Сайори гладит её по плечу лёгким движением, которым подчёркивает её позитивные качества. В этот момент я даже вообще не понимаю, пытается ли она заставить меня посмеяться, или просто хочет, чтобы я чувствовал себя в ебанутой ситуации. А, Сайори, я же тебе сказала, не надо. Она заканчивает своё предложение, тяжело вздыхая, пока она разговаривает. Приятно со всеми вами познакомиться, девки. С тобой тоже приятно познакомиться. Блин, Юри так стесняется. Возможно, будет кекс. Рада тебя снова видеть, дай фул. Эм... Эта... Эта... Эм... Твою мать. Плавучая улыбка формируется на её лице, пока она спускает свой голос в конец предложения. Ну, так если ты не за кексами пришёл, которые, кстати, охуенные... Зачем пришёл, тварь? А она серьёзно меня здесь ставит на точку. Верей, на бутылку. Эм... Если бы она не была... Не была бы такой милой, я бы чувствовал себя попущенным. А, ну, это... Сайори, по-моему, эм... 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 Рада видеть всех вас. Так что я предположил, что вы крутой набор девок. Приятно с вами познакомиться, крутые ребята. Такими темпами мне бы, наверное, стоило увидеть... Тупо скинуться с крыши от стеснения. Перед тем, как они не подумали, что я долбоёб. Ой, это хорошо, дай фул. Может быть, ты будешь первым в нашем клубе, который посчитал нас крутыми. В вашем клубе? Да, у нас тут, типа, это дружественная встреча клуба. Ты не знал? Ой, я пытаюсь тебя пригласить, когда ты в школе учился. Но тебе было пихой. Ой, ты не говорила о таком. Она не говорила, что там будут такие охуенные бабы. Я не знал, что клуб имеет таких милых дев. Четыре девы до сих пор смотрят на меня. Я делаю паузу, чтобы обдумать то, что сказать. Я осматриваюсь, и взгляд мы останавливается на нацистской сучке. Чё надо? То есть, я никогда не думал, что литература это весело. Я думал, что литература это серьёзно. Ой, я тебя понимаю. Было тяжело собрать студентов во время фестиваля на прошлый год. Тем не менее, у нас есть много вещей, которые можно в клубе делать. Мы обсуждаем чтение, как мы, наше собственное письмо. У нас групповые активности. А, так вы групповушку устраиваете. А чё меня не позвали? Юре нравится устанавливать настроение дополнительным чаем. А нацистки иногда приносят свои самоиспечённые деликатесы в клуб. Ты заставляешь это звучать интересно, Моника Гармоника. Моника супер вдохновлённый и супер крутой лидер. Ну давай. Ох, Сайюри. Ха-ха-ха. Это мне напоминает. Вы же... Ты же... Постойте. Ты же была частью дебатического клуба, да, Моника? Да была. Но я устала от всяких беси, всяких споров и так далее. Так что решил создать свой собственный клуб, чтобы успокоить Орла. Дебаты требуют того, чтобы убеждать людей в своих чувствах и идеях. И литература как бы тоже такое, как бы, ну, требует. Альзо, у меня был интерес в том, чтобы писать по памяти. Поэтому я хотел свою собственную историю. Мы особо не выросли с начала клуба, когда я начал его с Сайюри. Но я пыталась привлечь больше людей. Я верю в то, что у тебя получится, Моника. Это вдохновляет меня так сильно. Ой, спасибо. Не нужно обращаться со мной так, как будто я особенный. О, сейчас мы узнаем, чем занималась летом моя королева Юрия. Я провела некоторое время со своей мамкой и нашла нового автора. Его книги, они обычно очень профессиональные. И они про то, как человек испытывает жесткий трэш на работе. То, что я прочитала, она про врача, который служит в армии. Она начинается с того, что врача забирают насильно служить по повистке. И он должен помогать вражеским солдатам. В одну ночь он испытывает необычайный сексуальный опыт. Эй, Юрий, а у тебя есть ТЛДР-версия истории? А, то есть это, видимо, короткая версия. Нет, я только книгу читаю. Извините меня, пожалуйста. А что такое ТЛДР? Это значит слишком длинным. Я заебался слушать, Юрий. Интернет, это так говорят в интернете? А я тебя просто дразиню. Я знаю, что... Знаешь, мне неинтересны такие истории. Ой, сорян, я думала, что это значит, типа, какой-то аналитический анализ. Я анализы прошу. Ха! Теперь ты просто ведешь себя как ебанутая. Ну, наверное. А как насчет тебя, Дайфул? А ты какие книги читаешь? Книги? Я читаю, да я отдал. Я читать даже не умею. Не потому, что в книгах много букв. А просто у меня нет времени. Я занятой. У меня три бизнеса. И ни один денег не приносит. Я имею в виду, у меня их два. Я предпочитаю другие формы стори-тейлинга. Другие формы, типа, театр. Фильмицы. Он любит фильмицы, да? Не? Ой, да забей. Я пришел подготовленный. Приготовленный, чтобы расстраивать людей. Ну, типа, я игры люблю. Юрий смотрит на меня очень так сложно. Блин, у них все какие-то сложные лица. Ребят, кстати, как вам их луки, ребят? Как вам пляжные девочки? И не совсем пляжные тут, конечно. Ну, ну, такое. Ну, нормально. Сойдет. Давай, на троечку. Юрий выглядит ошарашенный моим ответом. Нацуки и Сайори кажутся не энтузиастами. Тем не менее, Моника стреляет в меня понимающей улыбкой, чтобы я понял, что все найсовое. Не удивительно, что ты не заинтересован в литературе, выпердыш странный. Нацуки, манга. Нацуки смотрит на Монику с непониманием. Она смотрит в сторону, как будто и стискивает свои руки. Ой, да иди ты нахуй. Ты можешь быть удивлена, но мы на самом деле играли в игры несколько раз в клубе. Помнишь, мы играли в повешенного. Ой, а мне не понравилось. Сайори не понравилось играть в повешенного. Ну, конечно. Конечно, блядь, мне не понравилось, сука. Это супер отцука. Слушай, вот огонь. У меня хуй встал. Все, выключи. Только потому, что у тебя не получалось найти нужные слова. Я помню, что я принесла кроссфорд несколько раз. А еще что-то было, Моника? Ой, у нас были анаграммы еще, да, тетя Ски? Забей, Маинк. Я не понял, прикол, конечно, но ладно. Нацуки толкает ее носом, чтобы сделать поросячий нос. Нацуки, пожалуйста, покажи уважение. Можем поиграть что-нибудь снова. А вы, ребят, что думаете? Орлы же... Вы что думаете, орлы? Она что, предлагает мне почувствовать себя более, как бы, вовлеченным в процесс? Я даже не часть их ебанутого клуба. Ой, это все будет даже лучше, чем я ожидал. Зависит от того, что у тебя на уме. Я не хочу играть в повешенного в этот раз. Не волнуйся. У меня есть крутая игра для этого случая. Ты напомнила мне о небольшом непонимании с ТЛДРом. Давайте поиграем в экранимы. Каждый раунд мы будем давать экраним и будем пытаться расшифровать его. Слушай, что-то скучная игра, по-моему. После того, как все угадают, мы будем голосовать за то, что вам понравилось больше всего. Человек, который получает большинство голосов, побеждает! Наш ответ должен быть правильным. Кому-то может понравиться официальное значение, а кто-то может придумать свое собственное. Ой, вроде веселая игра, Моника. Ну, давай. Давай попробуем, как получится. Звучит хорошо, но я не хочу воспринимать это всерьез. После того, что все эти девки наговорили, я, кажется, понимаю, что я тут единственный парень недоумок. И такие штуки, они типа клишей. Это клишей, это, в общем, как клишейная штука для симуляторов свиданий. А я просто донат попью. Ладно, все. Я собираюсь думать о десяти экранимах и запишу их вниз. Вы проголосываете. Давайте начинать. Так, хорошо, мы будем играть в игры сейчас. Ну-ка. Так, угадай, что значит экраним. Если ты выберешь любимый экраним клубного члена, который тебе нравится, что-то хорошее может произойти с тем, кто проголосует за тебя больше всего. Ох ты! Так, что-то хорошее может произойти. Мне это нравится. ПНГ. Сплетни после вынашивания ребенка. Портативная сетевая графика. Портативная сетевая графика. Давайте вот это. Сайори реагирует. Окей. Тема. Теоретическое исследование убийства. Я хочу втопить за юрца, потому что, ну, вы понимаете. Так. DDLC. Доки-доки литературный клуб. Dose Dependent Liver Cream. Зависимость, зависимая от дозы, ливерный крем. Или, давай вот это, ливерный крем. Смотри. Ха-ха, я за юрца топлю. У них даже чиби-модельки подделаны, кстати. Очень классно сделаны, на самом деле. По. Перманентная слабость в руках. Родители наблюдают. Твою мать, это понравилось на Цукина. Очевидно. Так, ПОВ. Призионер войны. Кусочек вафли. Кусочек воды. Призионер войны. О, Юрий реагирует. Я за юрца, короче, топлю. Базовый антропологический эксперимент. Будьте осторожны. Что-то непристойное. До бая. До того, как кто-то начнет. Ура, я за Юрия топлю. Я хочу топить за Юрия, потому что, ну, вы понимаете. Что-то хорошее может произойти. Я сохранился, если что, в топим за кого-то еще. TLDR. Томас Лоуренс, диалектическая ревизия. Слишком долго не читал. Традиционный рис. Давайте вот это. Ура, я в топил за Юрия. Кэт. Команда, которая реагирует на кризис. Кошки и хвостики. Кошка после налогов. Я думаю, кризис, да, это интересно. Хазмат. Это опасный матрас. Опасный материал. Я, наверное, опасный материал выберу. Ура, мы топим за Юрца. Так. Неприятное время в прачке. Начальная лабораторная работа. А давайте вот этот. Лабораторный техник. Научись читать, Евген. Игра завершается тем, что Моника анонсирует победителя. Мои глаза останавливаются на Сайоре, которая... У которой что-то белое на лице. Видимо, Сашка накончал. Ой, это было так весело. Хочу и сё. Сайоре смеялась всю игру. Ей, правда, понравились мои догадки. Мне нужно признать. Постой, ей понравились мои догадки? А что за Сайорев топил? По-моему, я всё-таки за Юрия больше топил. Ну, ладно. Я должен признать, я типа скучал по её беспонтовому отношению к жизни. Даже многие люди закатывают глаза, когда видят мои шутки. А она их всегда ценит. Ну, как всем понравилось? Было норм. Я вижу креативный потенциал. Моника смотрит на меня с ожиданием. Дайфул. А, да, я никогда в такое не играл. Типа понравилось. Ну, ничего так. Приятно слышать. И мы как бы закончили. Кто-нибудь хочет сыграть второй раунд? Да. Ага. Может, в другой раз? Я согласен. Лично мне хочется поговорить на другие темы. А-а-а. Веселее, Сайори. Буду в другой раз. Наверное, ты права. Лучшая озвучка доки-доки от Юэйн. От Юэйна. Я до сих пор сейчас жду, ребят, сообщения от Лизы. Лиза сказала, что как только придёт СМС без регистрации, я буду знать, что нам пора идти. Просто у меня стрим скоро. Зелелом. Скорее всего, это видео уже выйдет после стрима Зелелом. Даже не скорее всего, а 100% точно. И как бы я жду, пока Лиза соберётся. Как только соберётся, видео кончится. Так что молитесь, чтобы она собралась позже. Есть минута тишины между нами. Юрия, та, которая всё прерывает. Слушай, а может я за Юрию втопил? Она начинает говорить о темах, связанных с литературным клубом. Может в этот раз? Мне пора сбежать, пока я не стал выглядеть как дебил. Из-за того, что мой уровень знаний крайне низок. Эй, дай фул, давай сломаем хлеб. Она протягивает руки ко мне. Зачем нам ломать хлеб? Я имею ввиду эти, пирожок, кикекс. Можешь взять один из них. Забавно же, как она начинает беседу. Но как кто-то может не захотеть чего-то сладенького? С СПС, Сайорка. Я беру вкусную выпечку, которую она забирает себе. Она вкусная! Сайорик говорит с набитым ртом. И уже умудрилась что-то белое себе поместить на лицо. Я поворачиваю кексик, кручу его в своих пальцах как спиннер. Как фиджет спиннер. Фиджет спиннер. И еще лучший угол для укуса, потому что мой папа физик. Охрененно. Я оглядываюсь вокруг себя и вижу, как три другие бабы заняты беседой. Я не знаю, что я ждал. Я беру кексик и жру. Ну, так умри дебилом. Как вещи происходили у тебя до летнего перерыва? Она, наверное, говорит о том, чем я занимался до того, как начал просыпаться поздно. В общем, спать допоздна. Ой, ты знаешь, я тут всякое дело. Учился там, саморазвивался, работал. Деталей особо нет. Я делаю разные вещи уже годами. Я даже не помню все, что я пересмотрел или во что я поиграл. И был ли я вообще трезв. А может, я бухал? А что насчет тебя? Ты мне никогда не говорил, чем занимался до присоединения в клуб. А, да, клуб. Ну, да. Клюбе. Он мне очень, как бы, как тебе сказать, помог. Все было так хорошо в клубоке. Мне это очень помогло быть в клубе. Все там были такие хорошие, я многое узнала. Типа, что ты узнала? Эээ? Ну, Моника давала нам очень хорошие подсказки по письму. А, совет дня от Моники. По мой попу и никто не пострадает. Я эти советы, знаешь, я их жопы жевал. Я жду правильного момента, чтобы и эвакулировать, и приблизиться к остальным бабам. Эээ, я там это, сказать пока хотел, пока я не свалил. Ой, такой милый дайфул, увидимся позже. Окей, пока, иди нахуй. Приятно было познакомиться, пока. Эээ, дайфул, давай вместе пойдем, давай. Что-то они ничего не поделали, а уже, типа, сваливают. Ну, ладно, типа, повидались и окей уже. Ну, я еще домой не иду, у меня какие-какие обязанности есть. А, окей. Окей. Ее странная улыбка образовалась на ее лице. Она что, реально, для нее реально так много значил поход домой со мной? Ну, почему нет? Она же, типа, не знаю, любит главного героя все дела. Дайфулы любят все. Я догадываюсь, что для нее это будет ярмом на шее. И я должен сделать ее счастливым. В конце концов, я ее лучший друган. Ты можешь со мной пойти по городу побродить? Реально. Я не хочу тебе мешать, если ты занят чем-то важным. Да забей, все наром. Ура. Я просто скажу пока бабам, и мы пойдем. То же самое было вчера или сегодня. Короче, пихо, я что, она домой одна ходить не любит. Конечно же, типа, одному ехать в автобусе это скук смертная, а вокруг тебя еще какие-то незнакомцы и дрочеры. Но можно же использовать смартфон и развлечься. Между прочим, она могла пойти домой с одной из... Я готова, Дайфул, пойдем приключаться. Полегче, партнер. Мы просто за покупками пойдем. Да ладно тебе. Не будь таким полупустым. Тем не менее, я собираюсь нарисовать мой вооруженный оптимизм на тебе. Нарисовать на мне что? Ты даже рисовать не умеешь. Нет, дурачок, я просто хочу тебя взбодрить. Жизнь может быть такой веселой, если ты позволишь радоваться себе маленьким вещам. Кстати, да, это абсолютно правильно, ребят. Вот куча сейчас пошла депрессивных людей ряд. Просто радуйтесь всему сразу. Например, видите, у меня донат почти кончился. Вот буквально осталось меньше 100 грамм доната. При этом я все равно радуюсь, потому что я могу пойти на кухню и просто наполнить его заново. Понимаете, во всем есть светлая сторона. Даже в маленьком донате. Я думаю, что... С тобой это всегда простые штучки с Айори. Постой, то есть он имеет в виду, что она простушка и тупая. Это злобно звучит, Дайфул. Между прочим, если думать слишком много, то будешь чувствовать себя лохом. Что ты знаешь про лоховство, Сайори? А тебя что, лоховали когда-то? Да, ну, может быть, ты про это особо много знаешь. Что-то мы уже ссоримся, а даже гулять не начали. Туши. Я как-то знаю, что значит туши. Идите, как бы, идите сосать писус. Мы ждем несколько минут, пока наш автобус не прибывает. Мой магазинный трип идет напрямую через туториальную миссию. Сайори прямо направляет меня в нужные магазины и говорит, сколько мне платить. А, слушайте, на кассе как будто не написано. Мне нужно отдать ей должное. Она типа веселая. И не только это. Она целый день заставила меня чувствовать себя лучше, чем я есть. Если бы она не пригласила меня на эту встречу с бабами, я бы сидел дома и дрочил. И все кажется как будто каким-то сюрреалистичным. Я собираюсь ее отблагодарить за это своим телом. Может быть, я когда-то смогу расплатиться с ней деньгами, но пока что я беден. Что могло пойти не так? Мы слезаем с автобуса на нашей улице. Мы смотрим на ее дом, пока она замедляет свои глаза и лочится на передней калитке. Мы здесь... А, постой, извиняюсь, голос не тот. Мы здесь! Походу, тебе нужен отдых. Ты достаточно спишь, Сайори? Достаточно? Это мое хобби! Ииии! Саша! Это хобби Александра! Или она слишком устала, или это был вымоченный смех. Мне нравится вариант С. Типа, я не могу понять, что происходит. Я хотел тебе кое-что сказать, Сайори. Эээ, да? Спасибо, что пригласила меня в свой клуб сегодня. Было очень весело. А, это! Ой, да я тебя не приглашала. Я рада, что тебе понравилось тусить с девками. Ну, наверное, да. Наверное, Моника крутая баба, все дела. Она ведет литературные клубы и вообще ничего не боится. Эээ, это не считается за то, что я как бы с темы, ну, как бы слез? Ааа, кого? Ой, то есть, да. Ээ, было приятно и круто, типа, повеселиться. Дааа, урааа! Это было круто! Эээ, я даже толком не разобрался, чем мы занимались. Вообще, мне было релепихой. Ээ, я сегодня вообще мозг даже отключил. У меня было, как бы, совсем нормально. Ой, сорян. Эээ, эээ, в какой день ты будешь доступен? Эээ, не знаю, как насчет тебя, но я, например, могу завтра закуролесить максимально жестко, по красоте и как положено, как говорится. Эээ, я буду готова к утру и зайду к тебе. Так, постой, постой, постой. Я, я не понял. Я же тебе даже не сказал ничего. Эээ, тихо, не пихой. Эээ, я тебе верю, да умри счастливым. Если ты так говоришь, то ладно. Увидимся завтра, эээ, Саюри. Покяаа! Эээ, она, ээээ, эти, штормом пролетая через ворота, эээ, как будто бы узнала, что только что выиграла Лотте и выиграла немножко Рею. Я трясу головой с ебанутой улыбкой на лице. Эээ, мне ее, мне она и нравится вот за такую пузырчатую личностную сторону и все такое. Интересно, как она вообще живет, учитывая ее особенности? Так, теперь, эээ, я должен следовать ее совету. Надо все об... Я не должен слишком много думать. Я рад, что она веселая и клубные члены тоже с собой, как бы, это говорится, хороши. Я думаю, что я сделал нормальное такое впечатление перед ними. Может быть, эээ, я их даже еще раз увижу. Может быть, не скоро увижу. Кто же знает, ээ, как будет все. Нацуки, ээ, которая выглядит такой же милой, как ее пирожки Юрия. Которая обладает интересными личностными качествами. Моника, ну, с которой все понятно, я так думаю. И если особо не мечтать, ээ, может быть, завтра увижусь в Саюре. Интересно, а мод-то долгий, слушай. Так, вторник! Надо было написать что-то типа, a few moments later. Это было бы намного интереснее. О, это отсылка! Это бренд New Day. На самом деле, нет. Это всего лишь, ээ, вторник. Эээ, но все равно хороший вторник. Похоже, что я смотрю на свои часы и проверяю время. Эээ, сейчас 11 минут спустя 9 часов. Но я не спешу. Я сделал себе чашечку от гейского кофе и отправился обратно в комнату. Вчера я думала о месте, в которое я мог бы отвезти Саюре. Постой, это будет свидание? Почему она в Саюре? Я же за Юри топил, ребята. Или я что-то не понимаю? Вы напишите в комментариях, может, я что-то не понимаю. Последнее время, я не знаю, кто ему больше нравится. Вот как-то моды про Нацуки заходили максимально. При этом за Саюре тоже. Вот как-то за Юри и не особо за Монику. А сука, я себе палец придавил. О, это чертово кресло. О, я придавил себе палец. Нет, серьезно, я его придавил. Что могло пойти? Ладно, надо читать дальше в ожидании чуда. Или в ожидании того, как Лиза позовет Евгена. Сегодня, вернее, вчера, я думал о месте, куда я мог отвезти Саюе. Так я уже об этом подумал и палец себя давил, пока об этом думал. У меня есть неплохие воспоминания о том, как двое из нас тусили в городе. И один раз она чуть не упала в воду. Я поймал ее, но потерял свой собственный биобаланс. И в итоге в воду грохнулся я. Угадайте, над кем все смеялись. Если бы я снял свою рубашку в этом возрасте, нам бы обоим, наверное, было неудобно. Я смотрю на свою одежду и смотрю, а что же можно одеть в этот момент, чтобы не опиздюлиться. Не то, чтобы я собираюсь ее впечатлить, но можно же выглядеть пристойно. Весь одет, и я проверяю, есть ли у меня все, что нужно перед тем, как уходить. Знакомое чувство того, как ты идешь вниз по улице и смотришь на то, как идут дела в магазинчиках, и идешь к Саюре домой. Мы раньше посещали друг друга каждый чертов день, но что-то пошло не так. Я помню, как счастлив был я, встречая ее после того, как мои родители уехали. Даже среди других детей я никогда не встречал, чтобы кто-то был больше рад меня видеть, чем она. Мы заходили друг к другу домой так, как будто были соседями, и даже без звонка и стука. В общем, как-то так. После того, как я зашел в дом, единственное, что меня поприветствовало, это тишина. Я вызываю ее на рэп-баттл. Саюре? Она что, все еще спит? А, это классический момент. Мне интересно, как они его тут обыграют. Ну, давай узнаем. Она сказала, что будет готова к тому времени, как я приду. Снаружи Саюриной комнаты я стучусь в дверь. Саюре? Просыпайся, дура! Ответа нет. Я не хотел сходить в ее комнату вот так. Это же типа... Я нарушаю ее приватность и... Все дела... Но она не оставляет мне никакого вибора. Вот что я могу сказать. Я нежно открываю двери. Ох, ты это же сюрприз! Попался! Что могло пойти не так? Саюре обнимает меня с такой силой, что я практически чуть ли не падаю. Я жаловаться не могу, тем не менее. Я обнимаю ее и рад, что она меня приветствует. Она меня первая отпустила. И, кстати, тут зайники немножко обновили. Это, в принципе, круто. Похоже, она готова и ждать ее не надо. Ты готов, Дайфулд? Да, готов, супчик. Я просто так к тебе что-нибудь пришел? Я пришел, потому что вот так вот. Я сказала, ты готов? Я готов! Я тебя не слышу! Я готов, блин! Ой, ну пойдем тогда. Саюре выбегает ко входу и ждет меня снаружи у открытой двери. За открытой дверью меня ждет Саюре, пока я фипаю. Что могло пойти не так, да? Что могло пойти не так? Что могло пойти не так? Так, и у меня такое ощущение, что я веду в разбужденную собаку на прогулку. То есть Саюре только что была сравнена с собакой. Как считаете, достойное сравнение или что-то не очень? Мою собственную собаку, которую я очень люблю, конечно же. Это мило, слушай! Он любит Саюре, как свою чертову собаку! В этом есть некая любовь, ребята. Куда мы идем? Увидишь скоро! Я просто пока еще не решил, поэтому я пизжу. Пожалуйста, скажи, что не к дантисту! Да дура, нет же, не к дантисту мы идем. Потому что... Мы туда вместе ходили. Если бы у людей были саундтреки в своей жизни, у тебя был бы саундтрек со смехом. Ну, в общем, вы поняли. Все как надо. Мы идем через улицы нашего соседства, и наша беседа съезжает на другую тему на школьные годы. В общем, что-то пошло не так. В любом случае, ты смог поднять свои оценки на новый уровень? Ну, наверное, да, сейчас узнаем. В последний раз, когда я помню, у тебя были плохие оценки. Да, мои оценки улучшились. Тогда у меня просто не получалось хорошо учиться, ибо я была ленивой. Но не беспокойся, у меня была на то хорошая причина. Я оставляю свои задания на последнюю минуту. И теперь я стала умнее, и все-таки у меня получается их выполнять. В общем, рука моя очень плотно соединяется с албом. То есть, смысл в этом. Типа, пизда. Мы почти в парке. Хочешь погоняться до него? Да! Осталось сегодня... Что шагов? Не могу говорить. Но мы добираемся до парка. Ты знаешь, чем ты являешься? Ты бегущий гэк! Она начинает угорать достаточно сильно, чтобы я первый пришел к месту. И я такой... Она такая... Я такой... Я такой... Она такая... И в итоге мы оба ржали. Смысл, мы прибыли в парк. Саюри немножко задыхается, как пересекает воображаемую линию. Я не гэк, дайфул. Я человеческий мешок. Мы оба начинаем жестко ржать и корчиться, как будто мы ебанутые. Я чувствую, как бы, как ностальгия. Ностальгия заходит в парк ко мне. Столько воспоминаний о нас обоих, играющих у реки. У реки. Мы добираемся до опен-эйра. И в парке. И мы... Который покрыт зеленым травой. На которой можно комфортно лежать в своем ебанутом городе. Это выглядит, как идеальное место для нас. Дай-ка мне только... Достать вот эту штучку, которую между нами можно разложить. Постой, какую штучку ты хочешь достать? Саюри достает свою сумку и достает фризби. Хочешь быть первым? Быть первым или дать ей? Слушай, дать ей. Я, наверное, ей дам, но это будет в следующей серии. Спасибо за просмотр, Орлы. Давно с вами не прощался. Но серия что-то длинная получается просто. И увидимся в следующей серии, в которой я уже 100%... Не знаю, мои отношения с девками должны увеличиться. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Всем пока. Держите сердце. Евген вас любит. Ха-ха-ха. Музыка громче, глаза закрыты. Это рост и стоп. Можно прийти. Делай...